Доброе утро, еще раз глубокожимые коллеги. Да, поговорим немножко о навигации. У меня первый доклад в сессии, посвященный облацепочке, поэтому хотелось бы несколько моментов отметить. Прежде всего, когда мы сталкиваемся с больным раком почки, какой это чаще всего пациент? Да, это мужчина, уже достаточно пожилой, с сопутствующими заболеваниями, с небольшой опухолью, и которая, как правило, обладает низким потенциалом к метастазированию. Тут мы, естественно, такому пациенту говорим, нефрактомии нет, и выбираем другие варианты. Это либо стандартную резекцию почки, вот рекомендации НССН, либо прибегаем к тому или иному облатимому вмешательству. На сегодняшний день стандартными вариантами являются либо проведение криооблации, либо РЧА, а также рассматривается ряд перспективных методик, научная работа, по которым во всем мире еще находится в процессе. Если говорить об абляции, какой ключевой фактор того успеха, который может сопровождаться при проведении операции? Нам необходимо абсолютно точно позиционировать либо зонд, либо электрод в опухоль и добиться таким образом формирования зоны некроза, захватывающей весь опухолевый узел. А также мы возлагаем надежды, какие задачи мы ставим при лучевой диагностике, когда мы проводим аблативное вмешательство. Нам нужно, с одной стороны, виризуализировать опухоль, увидеть, чем она окружена, какие к ней прилежат образования, либо сосуды, либо органы, обеспечить видимость инструмента при его установке, выполнить контроль его позиционирования, увидеть ту ледяную сферу или зону некроза при радиочастотной аблации и спрогнозировать те возможные осложнения, с которыми мы можем столкнуться и вовремя их купировать, если таковые возникли. Конечно же, самым распространенным методом навигации, наверное, на сегодняшний день является ультразвуковый метод. Этот метод широко доступен, дешев, позволяет проводить установку инструмента в режиме реального времени, не обладает низкой себестоимостью, позволяет увидеть сосуды, не обладает лучевой нагрузкой. Однако, какие здесь могут быть минусы? Это ограниченное поле обзора, неудовлетворительная визуализация при коронировании газом, другими органами, костными структурами и достаточно эффективная визуализация ледяного шара, если мы проводим кривооблацию, а также при образовании газа в зоне РЧА, мы также достаточно эффективно не можем визуализировать ту зону формирующегося некроза. МРТ. Прекрасный метод с точки зрения визуализации. Все хорошо видно, практически режим реального времени с высоким пространственным разрешением, можно мультипланарные реконструкции, создать неотлучевые нагрузки. В общем, все здорово, за исключением того, что дорого, необходимы амагнитные инструменты и банально долго совсем этим возиться, если мы работаем под контролем МРТ. И, наконец, компьютер-компьютерная томография. Это метод во многом сбалансированный. Какие же его плюсы? Это высокопространственное разрешение, можно визуализировать почку, при необходимости выполнить контрастное усиление, если плохо видно опухоль, контролировать взаиморасположение иглы, цели, выполнить мультипланарные реконструкции, эффективно визуализировать ледяную сферу или область рча. Если мы введем контрастное вещество, какие минусы? Это лучевая нагрузка, это узость зоны работы в апертуре гентри и зачастую сложно банально установить нужные инструменты при их большом отклонении по оси Z. Мы поделились некоторым нашим опытом. Мы в основном используем криоаблацию почки. Это 22 пациента, у которых, у трех из которых развился в дальнейшем рецидив. И в чем плюс любооблативное вмешательство? То, что можно выполнить в дальнейшем повторное вмешательство. Мы используем отечественную аппаратуру. Это медицинская терапевтическая система с зондами 1,5 и 3 миллиметра с толщиной. Многоразовые зонды, которые, соответственно, во многом итоге удешевляют саму процедуру. Протокол достаточно стандартный при всех облативных вмешательствах. Какие же способы? Мы чаще всего выполняем операции под КТ-навигацией либо в последовательном режиме, либо в режиме КТ-флюроскопии, либо с использованием роботизированного комплекса. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Давайте немножко про них поговорим. Последовательный режим, когда удобно сделать операцию в таком варианте. Это относительно небольшое образование и задняя поверхность почки, когда мы можем спокойно шаг за шагом продвинуть инструмент, выполняя периодический контроль, убедиться, что в данном случае стилет располагается около опухоли, убедиться после этого уже вести криозонд и при необходимости выполнить контрастирование и подтвердить тот факт, что мы находимся в зоне опухоли. Вот данному пациенту установлено 3 криозонда и проведена аблация. Мы отлично видим единую сферу, ее границы и зона кривой некроза после проведенного вмешательства. Еще один пациент. Опухоль почки. Однако, здесь также можно увидеть тромб в сегментарной вене. При проведении первого вмешательства выполнена операция под изиконтрольным. Однако, видно, что тромб сохранил свою воскалилизацию и в дальнейшем пациенту в режиме катер-люроскопии в эту область установлено 2 зонда практически в синус почки и выполнено вмешательство с такими результатами. Вот зона кривой некроза и область опухолевого тромба там, где она контрастируется. Вот здесь. И, наконец, использование роботизированных систем во многом облегчает проведение подобных вмешательств, когда же их наиболее эффективно использовать. Это значительное отклонение оси введения инструмента от оси Z, что позволяет работать не в апертуре гентре, а выдвинуть пациента непосредственно в удобное для работы пространство и под определенным углом уже установить зонд. Вот опухоль верхнего полюса правой почки. Также видно опухоль в контролатеральной почке. При этом, если пациенту уложить на живот, то видно, что здесь мы уже имеем синус легкого. Выполнена биопсия. С использованием роботизированного комплекса видно значительное отклонение иглы от вертикальной оси. Далее проведена разметка. Спозиционировано предполагаемое нам введение зонда. И под углом введен стилет. Далее проведена аблация. И вот такие результаты, что с одной стороны выполнена с левой резекция, а с другой стороны зона сформированного кривого некроза. Контроль ледяной сферы нам необходим для того, чтобы убедиться, что мы не вовлекли соседние органы. В этом плане кривооблация, конечно же, более перспективный метод по сравнению с торча, потому что позволяет более четко визуализировать ледяной шар. Вот установленный зонд. Это аорта. И видно, что формирующийся ледяной шар даже деформирует ее стенку. Однако это не является препятствием, в отличие от торча, для проведения вмешательства. Еще один случай, когда ледяная сфера контактирует с капсулой селезенки, также не приводя к ее разрыву. Осложнения, они естественны. Это те или иные повреждения соседних органов и структур. Наличие гематомы в периодренальном пространстве после проведения операции, это абсолютно нормальная ситуация, потому что после оттаяния ледяной сферы кровь, естественно, вытекает. Однако хочу показать еще один случай. Это когда имелось две опухоли в верхнем поле с единственной почкой. Мы установили два зонда в режиме КТ-флюороскопии, однако после проведенного вмешательства отметили наличие крови в плевральном синусе и уже через час пациент находился в реанимации. Мы за ним активно наблюдали, однако пришлось его спустить. Вы видели, что достаточно большой гематоракс и это потребовало его эвакуации после проведения торакоскопии. Итак, несколько ключевых моментов, на которых я хотел бы остановиться при выборе последовательного режима КТ-контроля. Он наиболее обоснован при небольшом размере образования, при удобной локализации и при возможности поставить один зонт. КТ-флюороскопия. КТ-флюороскопия. Это сильное смещающееся образование при дыхании и близкое расположение крупных органов и сосудов и, наконец, использование роботоассистированного подхода. Это сложная локализация, значительное отклонение обведения инструмента и необходимость установки одновременного нескольких зондов. В этом отношении роботические системы во многом помогают решать эту задачу. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.